МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один человек погиб, один сильно пострадал. Он сказал, попали в аварию, нас везут в больницу, попали у них. Начало слушания дела в отношении предполагаемого виновника крупной аварии. Продавец-рицидивист. Женщину оштрафовали и возбудили уголовное дело за продажу спиртного несовершеннолетним. Это и не только прямо сейчас. Протаранила на светофоре иномарку. Авария произошла на пересечении улиц Степана Халтурина и Болотникова. Там столкнулись автомобили Мазда и Хендай Солярис. По предварительной версии, девушка, водитель последний, въехала в стоящий на светофоре автомобиль. Рассказала, что машину просто не увидела. Помешало весеннее солнце. Нафиса Минязова с подробностями. Я стоял на перекрестке, сзади машина въехала. Женщина сидит в машине. Вот подарок. Водитель автомобиля Мазда рассказывает, в праздничный день хотел с девушкой посетить торговые центры и прогуляться. Но вместо приятного досуга случилось ДТП. Рассказывает, стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Но в какой-то момент почувствовали удар сзади. Их машина протаранила автоледи на Хендай Солярис. Говорит, что сначала они даже не поняли, что произошла авария. И лишь только выйдя из машины, убедились в этом. Мне надо было ехать к десяти, а вечером позвонили, что к восьми. Какое-то у меня было такое, что не то, что было нежелание ехать до работы к восьми. Автоледи рассказала, что ехала на работу. Направлялась по улице Болотникова в сторону Краснококшайская. Причувствие ее не подвело. Я только тут развернулась, я как бы к светофору подъезжала, был красный свет. Я просто машину не увидела. Поздно увидела, когда уже близко подъехала. Солнце меня ослепило, и я ехала взад. Свою вину женщина полностью признала. Иначе, считает она, и быть не может. Говорит, обидно только то, что все случилось в праздничный день. Споров между участниками аварии не возникло. И оба водителя вместо запланированных дел отправились в автоинспекцию оформлять документы о происшествии. Нафиса Минязова, Константин Бушуй, вызов 112. Уголовное дело, возбужденное после смертельной аварии, произошедшей в середине декабря, дошло до суда. Напомним, тогда водитель иномарки потерял контроль над автомобилем, и машина на встречной полосе столкнулась с автобусом. Один человек тогда погиб, еще один сын погибшего получил тяжелые травмы и до сих пор не восстановил здоровье. Рамиль Шайдулин следил за процессом и узнал версию предполагаемого виновника трагедии. По версии следствия, именно этот молодой человек и виновен в нарушении ряда правил дорожного движения, которые в итоге привели к смертельной аварии. Дороги не чистят нифига, а больше не видать. Его закусило колесо и выбросило на встречку. Что я могу сделать? Все произошло в середине декабря минувшего года. Водитель вахтового автобуса вез работников градообразующего предприятия домой, когда внезапно на встречу прямо перед капотом вылетела иномарка. Тогда в аварии погиб пассажир Ниссана Альмера. Весь удар пришелся как раз на его сторону. Сын погибшего получил травмы средней тяжести. Со слов матери, сейчас молодой человек готовится к очередной операции. День трагедии женщина вспоминает с ужасом. Сказал, что дома будет сегодня рано. Обычно они до 7 часов работали. А в этот раз он сказал, что они будут до 4 работать и он приездит домой пораньше. То есть я уже его ждала дома. В 17.00 раздался телефон, звонок от сына. Он сказал, маму попали в аварию, нас везут в больницу, папа умер. Погодные условия, как установили следователи, стали не единственной причиной, по которой произошла эта авария. По версии следствия, во время движения водитель зацепил одной стороной обочину, что возможно и стало причиной заноса. Именно после этого неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу. Но по всем правилам водитель вообще не должен был никуда ехать. Одно колесо заднее отличалось от других не только протектором. Резина на нем была либо летняя, либо всесезонная и, в отличие от других колес, без шипов. К тому же пассажиры были не пристегнуты. Свою вину водитель признал полностью. Однако настаивает на том, что аварии бы не было, если дорожники вовремя почистили проезжую часть. Говорит, из-за снега не заметил яму. Въехал в нее и потерял над машиной контроль. Дорога была обокрыта снегом и льдом. С моста мы потихонечку спускались. Я ехал на третьей передаче. Даль газа не нажимает. То есть впереди был железнодорожный переезд. Так как я боялся, что банально можно там не остановиться, поэтому я даже не разгонялся. Теперь степень вины и дальнейшую судьбу водителя должен решить суд. Рассмотрение дела перенесли на 16 марта. Чтобы восстановить полную картину произошедшего и выслушать остальных свидетелей этой трагедии. Рамиль Шайдулин, Регина Сулейманова, Евгений Лызаев. Вызов 112. Полицейских Болтасинского района подозревают в должностных преступлениях. А точнее, в воспрепятствии законной предпринимательской деятельности. По данным следователей, в 2017 году в полицию поступило сообщение о том, что в специализированном магазине в селе Карелина якобы торгуют неотвечающим требованиям безопасности алкоголем. На основании этой информации правоохранители и направили провести осмотр в торговой точке. Однако, воспользовавшись этим в период с марта 2017 года по февраль 2018 года, они неоднократно изымали для экспертизы якобы контрафактный алкоголь. Изъяли всю партию спиртного разом, вместо того, чтобы забрать лишь часть продукции на экспертизу. После исследования стало ясно, что госстандарты не нарушены. Товар в магазин они возвращали по частям и лишь спустя какое-то время. Все это время алкоголь хранили в подвале отдела полиции, нарушая необходимые условия. Следствие полагает, что действия сотрудников полиции повлекли материальные затраты для владельцев магазина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейские Казани раскрыли уличный грабеж. По версии следствия, 42-летнего мужчину избили несколько молодых людей ночью возле одного из торговых комплексов. После чего у него похитили дорогостоящие имущества. Сумма причиненного материального ущерба составила 312 тысяч рублей. Среди похищенного оказались золотая цепочка, часы, кольцо и деньги. После ряда разыскных мероприятий полицейские установили личности возможных участников содеянного. И установили, что к происшествию причастиен 31-летний молодой человек, который уже был арестован за ранее совершенное преступление. Свою вину он признал полностью. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Также полицейским удалось задержать 32-летнюю продавщицу магазина. Она подозревается в розничной продаже алкогольной продукции несовершеннолетним. Полицейские выяснили, что год назад молодая женщина совершила аналогичное преступление. Продала спиртой 17-летнему парню, не проверив у него документы. За это ее привлекли к административной ответственности со штрафом в размере 15 тысяч рублей. В связи с тем, что подозреваемая в течение года повторно совершила правонарушение, в отношении нее отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года. Отважный сноубордист, марширующий пес и дерзкая норка. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Отвага есть, а остального не надо. Сноубордист решил покататься в незнакомых местах. Молодой человек даже не видел обрыва, к которому он стремительно направлялся. Как не свалился вниз, наверное, даже не понял он сам. После осознания происходящего парень начал выкарабкиваться из ловушки. Когда это ему удалось, он спустился вниз и оценил масштаб обрыва. Высота среза составила около 13 метров. Гитара, гамак и ручей. Что-то должно было обязательно случиться. Тайская гитаристка решила спеть песню на камеру. Все шло хорошо до определенного момента. Сук дерева, на котором держался гамак, внезапно сломался. Впрочем, девушка не пострадала. Более того, благодаря этому событию, ее популярность серьезно возросла. Ролик посмотрели порядка 10 миллионов человек. А эта собака стала настоящей изюминкой парада. Во время шествия пес стал сопровождать солдат. Офицер попытался его прогнать, но своими усилиями лишь оказал медвежью услугу марширующим. Хочешь есть, умей вертеться. С таким девизом пришла норка к рыбаку. Черная особа проигнорировала человека и попыталась найти рыбу. Почуяв ее в ведре, она начала рыть подкоп. Но добрый мужчина все же открыл крышку. Тут деловая колбаса. Давайте открою. Добравшись до желаемого, животное поспешило удалиться, что называется в английском стиле. А спасибо. Ну, пожалуйста. Лисан Сабирова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Ну, а мы поздравляем всех милых дам с Международным женским днем. Желаем любви, здоровья и настоящего женского счастья. И пусть с вами случаются только приятные и позитивные события. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова